Здравствуйте! Наверное, на земле нет такого места, где не росли бы мхи. Мхи растут на деревьях, мхи растут на камнях, мхи растут на асфальте, мхи растут и на земле. И вот когда мох поселяется на огороде или в саду на земле, то это большая-большая проблема, потому что в местах, где растут мхи, там уже не растет ничего. Мох мешает снабжению корней кислородом и деревья, вот под которыми растут мхи и даже грядки, вот иногда бывает поросшие мхом, на них ничего не растет, потому что, во-первых, земля очень кислая, во-вторых, мхи растут в очень и очень влажных местах, в темных местах. Эти места сами по себе уже малопригодны для того, чтобы там росли наши овощи. Но еще вот мхи, они засоряют эту землю, становятся плотной коркой и нет ни испарения влаги и ни снабжения корней кислородом. Как же избавиться от мха? Избавиться от мха непросто, потому что мох размножается спорами. Эти споры мельчайшие пылиночки и в период спорудношения ветром мхи разносятся очень-очень на большую территорию. Как я уже говорила, они любят кислую почву, они любят влажные темные места, особенно в дождливое лето. Мхи распространяются очень быстро и могут засорить участок. И еще в последнее время в наших садах, кроме мхов, начала распространяться маршанцы. Что такое маршанцы? Я нашла комнатные растения, где произрастают мхи. Растения листопадные, поэтому вот так оно выглядит, листики падают. Ну, что такое мох, вы как бы знаете и сами. А вот это вот растение, вот это есть и маршанцы. Маршанцы – это растение, которое родственным мхам, и в наши сады оно попадает вот именно с горшечными растениями. Вот маршанцы очень сильно распространена, особенно на импортных саженцах закрытой корневой системы, когда растение продается в горшке, и на поверхности этого горшка можно найти и мхи, и маршанцы. Мы высаживаем, и вот эту маршанцу мы стали сами заносить на наши участки. Как бороться? А маршанцы, она вот еще более плотный такой покров создает, и от маршанцы страдают растения еще больше. Как бороться с этим явлением? Как я уже говорила, первое, где любят расти мхи – это высокая влажность. Вот в городе можно даже заметить, мох сухой. Где-то там на каких-то камнях все сухой, безжизненный мох. Только стоит пройти дождю, он сразу же зеленеет, и он сразу же начинает пылить спорами. Для того, чтобы на огороде побороться с мхами, во-первых, надо снизить влажность. То есть мы копаем адренажные канавки, и тем самым снижаем влажность. Либо на этом участке нужно делать высокие грядки. Мы огораживаем какой-то участок и насыпаем сверху земли, которая не заражена спорами мха. Вот тогда вот таким образом можно снизить влажность. Мху там будет некомфортно расти, и в сухих местах без вот этой влажной подпитки мхи быстро погибают. Если у вас периодически вот эти мхи проявляются на участке, при перекопке нужно добавить в землю песок, торф либо компост. А вот эти вот компоненты также снижают численность мха. Мох чувствует себя очень некомфортно вот в такой среде. Почва становится более влагопроницаемой, идет больше испарение, и почва становится более сухой. Если у вас кислая почва, это также место, где очень любят селиться мхи. Кислую почву раскисляем, раскисляем доломитовой мукой и раскисляем известью. Мхи можно снимать механически, если это у вас не настолько большая территория. Но когда мы снимаем мох, сразу же вот эти вот освободившиеся чистые участки земли покрываем мульчей. В качестве мульчи мы используем торф, компост либо щепу. Вот эти вот советы, которые я встречаю в интернете, опрыснуть мох железным купоросом, медным купоросом, они не всегда эффективны. Если мох уже разбросал споры, то даже после обработки вот этими препаратами на этом же участке все равно вырастет мох. Но есть средства, сейчас выпускается, против мхов и лишайников. Вот таким средством побороться можно. И делать нужно это методично. Вот сразу одним опрыскиванием ничего не получится. Нужно обязательно методично его истреблять, и в конце концов вы добьетесь. А особенно если вы примените в комплексе все вот эти средства и осушите участок, раскислите почву, еще примените вот такое средство, тогда у вас участок гарантированно освободится от мха. Но нет гарантии, что на этом участке мох не поселиться снова, если вы там не избавитесь от излишней кислотности, от излишней влажности. Откуда берутся мхи? Как я уже говорила, споры переносятся на значительное расстояние. Возможно, соседи не борются с мхами, и периодически споры оттуда могут перелетать на ваш участок. Поэтому внимательно следите за состоянием почвы на вашей участке, и при малейшем признаке, вот при малейшем возникновении мха на участке избавляйтесь от него. Надеюсь, мои советы помогут вам в этом.